Здравствуйте, друзья! На сайте правоотношения.info сегодня прочел интересную статью. Называется она «Поколение нулевых». Это жесткий пост, но он очень наглядно дает всем нам понять, что будет с нашими детьми и страной, если мы продолжим смотреть сквозь пальцы на систему образования. На Украине мы уже увидели триумф украинского образования. Этот пост с просторов интернета. Далее от автора. У меня на работе есть личный помощник. Девочка Настя, москвичка, 22 года, учится на последнем курсе юридического института. Задает мне вопрос. Ой, и нафига метро так глубоко строят? Неудобно же, и тяжело. Ну, видишь ли, Настя, у московского метро изначально было двойное назначение. Его планировалось использовать и как городской транспорт, и как бомбоубежище. Настюша недоверчиво ухмыльнулась. Бомбоубежище? Глупость какая. Нас что, кто-то собирается бомбить? Я тебе больше скажу. Москву уже бомбили. Кто? Ну, как… Немцы бомбили Москву во время войны. Прилетали их самолеты и сбрасывали бомбы. Зачем? Они нас что, уничтожить хотели? Ну, как бы да. Вот сволочи. Да уж. И что, все люди прятались от бомбежек в метро? Ну, не все, но многие. Кто-то тут ночевал, а кто-то постоянно находился. И в метро бомбы не попадали? Нет. А зачем они бомбы тогда бросали? Не понял. Ну, в смысле, вместо того, чтобы бесполезно бросать бомбы, спустились бы в метро и всех перестреляли. Настя, ну это же немцы. У них наших карточек на метро не было. А там наверху турникеты, бабушки дежурные и менты. Их сюда не пропустили просто. А, ну понятно. Настя, я пошутил, на самом деле немцев остановили наши на подступах к Москве и не позволили им войти в город. Молодцы наши, да? Ага, говорю, реально красавчики. А как же тут в метро? Люди жили. Ну, не очень, конечно, хорошо. Деревянные нары сколачивали и спали на них. Нары даже на рельсах стояли. Не поняла, скинулась Настя. А как же поезда тогда ходили? Ну, бомбежки были в основном ночью. И люди спали на рельсах, а днем нары можно было убрать и снова пустить поезда. Кошмар. Они что же-то, совсем с ума сошли ночью бомбить? – негодовала Настена. Это же громко. Как спать-то? Но это же немцы, Настя. У нас же с ними разница во времени. – Тогда понятно. На обратном пути я старался не затрагивать в разговоре никаких серьезных тем, но, тем не менее, опять нарвался. – Следующий отпуск хочу в Прибалтику съездить, – мечтала Настя. – А куда именно? – Ну, куда-нибудь к морю. – Так в Литву, Эстонию или Латвию, уточняю я вопрос. Она снова не поняла. – Ну, считается, что в Прибалтику входят три страны. Эстония, Литва и Латвия. В какую из них ты хотела поехать? – Класс! А я думала, что это одна страна, Прибалтика. Я туда, где море есть. – Во всех трех есть. – Вот блин, как теперь выбирать? – Ну, не знаю. – А вы были в Прибалтике? – Был. В Эстонии. – Ну и как? Визу хлопотно оформлять? – Я был там еще при Советском Союзе. Тогда мы были одной страной. – Как это – одной страной? – Вся Прибалтика входила в СССР. Настя, неужели ты этого не знала? – Обалдеть! – Сейчас ты вообще офигеешь. Белоруссия, Украина, Молдавия тоже входили в СССР. – А еще Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан. А еще Азербайджан, Армения и Грузия. – Грузия? Это эти козлы, с которыми война была? – Они самые. Ну, ты же знаешь, что был СССР, который потом развалился? – Да знаю. Был какой-то СССР, потом развалился. Ну, я же не знал, что от него столько земли отвалилось. Я ехал в метро и смотрел на людей вокруг. Множество молодых лиц. Все они младше меня. Всего-то лет на десять-двенадцать. Неужели они все такие же, как Настя? Нулевое поколение. Идеальные овощи. Вот такая статья. Что я могу сказать? Возможно, она выглядит несколько экзальтированной. И многое притянуто за уши. Конечно, не все молодые люди не знают нашей истории. Но то, что происходит в образовании, то, что люди умышленно стирают в памяти различные события, которые были в их стране – это факт. И, возможно, действительно, через какое-то время произойдет переоценка ценностей. И то, что было ценно для нашего поколения, то, что было ценно почти целый век, столетие, в одно мгновение перестанет существовать в умах молодых подрастающих людей. И это очень грустно. Ведь какая бы ни была история, она имеет право на жизнь. Человек, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего, как сказал какой-то мудрец. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова. Субтитры сделал DimaTorzok